Привет, это творческая группа WSV Media. Прорываем дух месячное молчание седьмым выпуском нашего видеоблога. Всем привет! Куда вы пропали? Куда вы пропали? Что вы там делаете? Не переживайте, мы не засычковали, не где-то сидим и ленимся, а плодотворно работаем. И результатом этих трудов скоро вы сможете насладиться в полной мере. Вас ждет три серии по полчаса проекта «Автобусная». И мы расскажем вам про одни из самых знаковых автобусов советской эпохи. Это Икарус 280 или АС-677 и еще одна серия, пока не скажу про что. И все они уже практически готовы. Вот только третья серия. Нужно еще сделать один съемочный день и в принципе она будет готова. Они вот лежат прямо вот передо мной сейчас на винчастере, но как в простоквашино я вам их просто так не отдам. Есть интересная задумка сделать в Петербурге оффлайн-показ, такую встречу со зрителем и оффлайн-показ. И сейчас вот мы прорабатываем моменты, ищем зал, если есть какие-то идеи, китайди в комменты, чтобы сделать такую вот гранд-презентацию. То есть мы покажем сразу первую и вторую серию, третью мы, наверное, отложим. И такой снабдим ее мини-лекцией в лице меня и Федора Черноусового, который также принимает активное участие. Основатель ретро-баса принимает активное участие в создании этого проекта. И именно поэтому, собственно говоря, мы делаем его так долго, потому что там невероятный и невидимый доселе для WSV Media Fact Checking. Мы проверяем, просто подтягиваем всех автобусных фанатов к себе, они там смотрят, пересматривают, мы вносим изменения, перезаписываем. Ну, в общем, не знаю. Вообще, YouTube не подразумевает изготовление проектов такого качества, потому что именно они долго делаются. И, соответственно, в YouTube принято каждую неделю что-то там чирикать. Неважно что, лишь бы вот показаться на экране. Опять мы идем наперекор, так сказать, вот этой вот идеологии и пытаемся сделать какой-то такой интересный продукт. Собственно говоря, ну, спрос покажет, имеет ли смысл заниматься этим. Ну, или будем дальше работать в прежнем режиме, в формате железнодорожного, которое, кстати, тоже продвигается параллельными путями. Снято для четвертого сезона порядка десяти серий. И вот вопрос именно в том, что их нужно обработать. На монтаж, конечно же, уходит много времени. А так мы сделали несколько поездок. В том числе и в Москву мы ездили на автомобилевозе. Это такой очень интересный материал получился, когда собственную машину можно погрузить на поезд, проехать в другой город, там покататься и точно так же спокойно вернуться. Также материал из Москвы подготовлен из музея, который находится на Рижском вокзале. И со станции Подмосковная, которая, в отличие, так сказать, от названия, несмотря на свое название, находится практически в центре Москвы. Там такой небольшой рай для железнодорожного фаната, откуда будет сделан тоже репортаж в формате проекта «Железнодорожная». Так что, железнодорожные фанатики, не переживайте. И любители железнодорожной техники, для того, кого слово «фанатик» как-то оскорбляет, мы для вас тоже готовим. Так что, я думаю, еще какое-то время мы потратим на то, чтобы сделать, ну, наделать, во-первых, эти все три серии, уже до конца до ума довести, сделать оффлайн-показ и потом как-то начнем бомбить. Ну, и, собственно говоря, чтобы как-то снабдить свои слова с удержанием, давайте посмотрим трейлер проекта «Автобусные». «Автобусные» «Автобусная весна» На WSV Media «Автобусная весна» И еще есть одна вещь, над которой мы работаем. Во время нашего первого и последнего стрима мы уже поднимали тему реставрации наших старых проектов из таких, в общем-то, годных вещей. Там «Петербургский трамвай. Документальный фильм» и «750 мм. Про историю Малой Октябрьской железной дороги». Вот фильм «Петербургский трамвай. Документальный фильм». Да простят меня за этот каламбур. Да, он так и называется у нас «Петербургский трамвай. Документальный фильм». Так, ух, надо же было в 2007 году с размахом начать даже несколько опередив. Вот это время получается на целых 10 лет, да, то есть вот 10 лет. Только спустя 10 лет как-то вот эта транспортная тема в формате Ютуба, она начала заходить. Вон, насколько мы перескакали с этим форматом. Ну, ладно, это мы отвлекаемся. В общем, этот проект мы восстанавливали, восстанавливали, практически восстановили. Там, невероятный хронометраж, 72 минуты. Я даже сейчас сам не понимаю, как мы тогда умудрились при том оборудовании, при тех всех камерах, при том скудном интернете и с точки зрения технической всякой оснащенности, да, тогда вот нельзя было, как сейчас, там, бац, любую Википедию открыть и всё прочитать технически. Это надо было где-то ещё искать оффлайн какие-то материалы с людьми, встречаться и разговаривать. В принципе, это пошло, конечно, тогда проекту на пользу, потому что сейчас можно, бац, где-то что-то посмотреть. И, конечно, с факт-чекингом полениться. В общем, мы восстановили картинку, нашли все заново все фотки, которые там были, оцифровали с кассет, значит, все там кинохронику, которая там применялась, тоже заново где-то в источнике, нашли с более лучшим качеством, более лучшим разрешением. В общем, к HD это еле-еле душа в теле подтянули. И отреставрировав 60 минут, я, откровенно сказать, заленился, потому что, ну, уж очень это всё долго продолжается, очень много времени на это тратится. И, честно сказать, у меня такая вот, у меня червь сомнения всё время грыз от целесообразности, потому что вот свежий есть контент снятый, и его нужно делать, а не в старье ковыряться. И я подумал, что для того, чтобы у меня был какой-то стимул, мы потихонечку в рамках формата видеоблога будем просто, ну, минут 15-20 в конце каждой серии блога выкладывать. А, соответственно, вы нам будете, ну, как-то говорить, там, не знаю, спасибо, или как-то нас подталкивать. С точки зрения содержания никаких изменений мы в этот проект вносить не будем, ну, потому что это иначе уже такая глобальная какая-то переработка материала. Это именно восстановление. Я сейчас уже сам с высоты времён, ну, немного с чем, но с чем-то я там не соглашусь с тем, что я там тогда так по наивности лет говорил и рассказывал, и с теми какими-то штампами, которые я тогда навешивал ярлыками слишком уж больно залихватскими и необоснованными. Ну, это оставим уже на совести меня формата 2007, как говорится, где мой 2007-й. Вот, поэтому мы занимаемся только вот этой картинкой и звуком. Звуком, потому что пришлось поменять всю музыкальную подложку, она насквозь копирайтная теперь. Если её выкладывать в таком виде, ну, YouTube закидает тухлыми помидорами. Сейчас драконовски абсолютно применяются какие-то методы воспитания огромного числа этих вот людей-креаторов, которые на YouTube что-то делают, и там, в общем-то, разговаривать долго не будут, могут даже и канал закрыть. Вот, за такое обилие и количество. И, кстати, из-за те видеоролики мне постоянно по башке стучат, говорят, удалите там или что-нибудь сделайте с ними уже, наконец. А удалять не хочется, потому что хочется, ну, как-то его чем-то заменить. Вот такая вот интересная история. И сегодня у нас премьера первой части вот этого фильма, первые 15 минут, про Ленинград 70-х, про трамвай LM68M и LM68. Я думаю, что, может быть, даже мы помимо того, что будем выкладывать именно отреставрированный фильм, потому что вот эти кассеты я все перебрал, там столько материала, он уже архивный, его просто вот можно брать и выкладывать. И, конечно же, любители транспорта, особенно любители трамвая петербургского, они будут, я думаю, рады этим необнародованным еще архивным кадрам. Так что посмотрим, вот, будем в течение вот этого года постепенно это выкладывать. Ну и дай бог, чтобы мы к, может быть, дню рождения трамвая петербургского, наконец-то, все это доделали, выложили уже и пошли дальше. Ну что, смотрим! Дабл-СВ Медиа Совместно с Федором Черноусовым и VX Studio представляют К 126-летию открытия электрического трамвая и к столетию открытия трамвайного движения в Санкт-Петербурге. Казалось бы, трамвай – обыкновенный вид городского пассажирского транспорта. Однако ни более маневренный автобус в условиях города, ни высокотехнологичное и скоростное метро не снискали такой славы городского фольклора, режиссера фильмов и любви обыкновенных горожан. Говоря о петербургском трамвае, в памяти всплывает именно эта модель. LM68M, названная по советской традиции сложно запоминающейся комбинацией букв и цифр, несколько громоздкий с рубленным дизайном конца 60-х и, как правило, красно-белые краски, вот как этот. Этот трамвай стал символом золотого века трамвайного движения в нашем городе. Ленинградский моторный образца 1968 года модифицированный, а именно так дословно стоит трактовать аббревиатуру LM68M, появились в начале 70-х. Они были сконструированы на базе модели LM68M, о которой мы расскажем позже. Дизайн вагона поистине революционный для того времени. Еще не вышли из моды округлые формы в машиностроении, и рубленный, словно топором, корпус трамвая даже опережает свое время. К слову сказать, автомобили с горным названием ВАЗ модельного ряда 2107, 08, 09, 99 и другие клиноподобные и зубилообразные появятся лишь на 10-15 лет позднее. У этой модели трамвая самый большой тираж. По численности построенных вагонов за всю историю трамвайного движения в нашем городе их было выпущено более 2000 штук. LM68M, как и все остальные с буквами LM в названии, была разработана и построена от начала до конца в Ленинграде. Трамвай производили прямо в городе на заводе ВАЗ. Вообще, в связи с заковыристыми названиями из букв и цифр, почти все модели в народе и у сотрудников трамвайных парков получили клички. Из-за литера М в названии трамваи этого типа окрестили машками. Из основных технических характеристик вагона можно отметить следующее. LM68M это четырехосный вагон с двумя тележками, 15 метров в длину, 2,5 в ширину, оборудованный контакторной системой управления, зарядным устройством, системой рельсовых тормозов и системой многих единиц, которая позволяет создавать так называемые трамвайные поезда из двух и более вагонов. На поздних модификациях проводились даже эксперименты с тиристорно-импульсным управлением, проще говоря, с автоматикой и электроникой. Эта популярная модель трамвая оказалась настолько удачной, что экспортировалась за пределы Ленинграда. LM68M в разное время можно было видеть в Магнитогорске, Архангельске, Саратове, Череповце и даже в Караганде. А вот совсем уникальные кадры, где легендарная Машка совершает рейс от поселка городского типа Черемушки до Саяно-Шушенской ГЭС. Здесь ленинградский трамвай принял образ электрички на заброшенной железнодорожной ветке в Саянах. Без малого почти 40 лет эта модель бороздит Ленинград-Санкт-Петербург. Сейчас LM68M уже доживает свой век, в городе осталось не так много вагонов. В среднем этим трамваям сейчас по 20 лет и больше, их выпуск был прекращен еще в 89-м году. Несмотря на то, что срок службы трамвая может достигать 80 лет, за последние годы популяция именно этой модели сократилась в разы. Вот, неофициальная статистика на одном из интернет-сайтов, посвященных петербургскому трамваю, в которой показано, какими темпами идет утилизация. Скорее всего, через пару лет мы уже не сможем прокатиться на этом трамвае, так что увидев легендарную Машку на улицах нашего города, ловите момент и прокатитесь на почти музейном экспонате. Весна. Весна. Должно быть самое наивное время года. Такое же наивное, каким кажется сейчас Ленинград 70-х годов. А летний сад – одно из немногих мест в городе, которое почти не изменилось с тех пор. Если наложить соответствующий видеофильтр, можно подумать, что я переместился в 70-е. В современном Санкт-Петербурге почти ничто не напоминает о Ленинграде 70-х. Сейчас суета, пробки, реклама. Тогда ничего этого не было, и Ленинград тогда – один из крупнейших промышленных городов страны. Здесь сосредоточены крупнейшие производства Кировского, Обуховского, Балтийского и других заводов. Огромный порт и пять железнодорожных вокзалов. Ежедневно миллионная армия пассажиров устремляется из только что построенных спальных районов к себе на работу. Вот он, воссозданный нами из кадров любимых художественных фильмов «Ленинград 70-х». Во времена, когда многие города Европы и мира отказываются от трамвая, заменяя его автобусами, в Ленинграде трамвай получает широкое развитие. Трамвай 70-х – это первый наземный и второй после метро общественный транспорт. У ленинградцев почти нет личного автотранспорта, нет пресловутых маршруток, и трамвай, за счет своей вместимости, скорости и развитой сети, является безоговорочным лидером наземных пассажирских перевозок в городе. Конечно, в ту пору уже достаточно развит троллейбус и много автобусных маршрутов, но именно на трамвай падает основной наземный пассажиропоток. Только за 70-е длина трамвайных путей увеличилась на 140 километров. В городе насчитывается более 1700 вагонов, постоянно прокладываются рельсы в новые спальные районы, однопутные участки становятся двухпутными, трамвайное движение города превращается в сложный механизм с множеством мелких деталей и тонкостей. Ежедневно вагоновожатые и кондукторы, электрики и монтеры, диспетчеры и руководство, словом, огромное количество людей заставляет этот механизм работать как часы. В 70-е регулярно проводятся исследования пассажиропотока для оптимизации графика движения трамвайных поездов. В часы пик на более напряженные маршруты перекидываются составы с незагруженных в этот час. Чтобы не создавать заторы, изменяются места некоторых остановок в центре города. Появляются остановки для двух составов одновременно. Стрелочные переходы оборудуются автоматикой. При строительстве новых трасс создаются обособленные полотна для увеличения скорости и безопасности. На улицах города ездят трамвайные поезда из двух и даже трех вагонов. Люди старшего поколения наверняка помнят эти трамвайные электрички. Еще одной отличительной особенностью 70-х является большая протяженность маршрутов. У меня в руках раритетная карта города того времени с нанесенными на нее маршрутами. Ну, наподобие тех, что сейчас стихаря продают в вагонах метро. Вот, тут с одной стороны автобусы, а с другой трамваи троллейбусы. Троллейбус обозначен черным, а трамвай красным цветом. Тут нет живого места, тут все красное. 70-е. Каждый четвертый трамвайный маршрут свыше 20 километров. Например, 25-й трамвай ездил из ЦПКО в Купчино. Это почти целая ветка метро. Впрочем, трамвай тогда это и есть второе метро, только наземное. Скорость движения трамвая по городу 60 километров в час – это норма. Вот, отрывок из интервью с водителем трамвая 70-х. Смотреть во все глаза. Когда я чихаю, у меня глаза закрываются, и я очень боюсь. Когда закрываю глаза, вагон может пройти за это мгновение 8 метров. Никак не могу чихнуть с открытыми глазами. А ведь скорость 60 километров в час. Вот, думаю, сейчас наеду. Для того, чтобы преодолеть расстояние в 2-3 станции метро, не нужно лезть под землю. Зачем? Ведь нужный трамвай подойдет как часы в течение следующих 5-7 минут. Знаменитые ностальгические маршруты того времени. 14-й – больница Мечникова на Пискаревке, порт. Пятерка – Дегтярный переулок, Садовая, Васильевский остров. 51-й и 53-й трамваи из самого центра от Конюшиной площади через весь город на север до Суздальского проспекта. 12-й – Ржевка через Большоохтинский и Кировский мост, Петроградскую сторону, в ЦПКО. По одной только маленькой улице Некрасово в самом центре города проложено целых 4 трамвайных маршрута. Поезда движутся с интервалом в 5 минут каждый. Для сравнения сейчас до улицы Некрасово можно разве что дойти пешком. 70-е – это уникальное время в плане подвижного состава, передвигающегося по городу. На улицах города можно встретить еще довоенные раритеты, а безусловным украшением и изюминкой трамвайного Ленинграда 70-х являются, наверное, самые стильные вагоны за всю историю трамвая в нашем городе – LM57 и LM68. Вышедшие на улицы города с разницей в 11 лет, они принадлежат к совершенно разным эпохам. LM57 – стиляга, с его уютными округлыми формами, словно итог всех предыдущих моделей. LM68 – аквариум. Чистый лист, на котором очень смело начерчены строгие ломаные линии. В 70-х впервые в нашем городе проводятся первые эксперименты с сочлененными вагонами. Вот уникальные фотографии модели трамвая ЛВС-66, их было выпущено всего 4 штуки. Именно ее дизайн был унаследован трамваем LM68. К концу 60-х, начало 70-х существенно выросли пассажиры потоки. Ленинград прирастал новыми районами, и в некоторых из них трамвай появился даже раньше асфальта. Назрела острая необходимость в новом надвижном составе. И не просто новом трамвае, а трамвае, который мог бы работать по системе многих единиц. То есть, проще говоря, чтобы была возможность составить из них трамвайный поезд из двух-трех вагонов, где каждый из вагонов был бы моторным. На тот момент в Ленинграде уже существовали двух-трехвагонные трамвайные поезда, но второй и последующие вагоны были просто прицепами. LM68 внешне очень сильно отличается от любого советского вагона того времени. Он имел просторный светлый салон с большими окнами, стеклянную крышу по бокам. В темное время суток этот трамвай напоминал подсвеченный изнутри аквариум, за что и получил от пассажиров такое прозвище. Ленинградские конструкторы тогда показали, что умеют грамотно воплотить в металл любую дизайнерскую концепцию. Помимо внешних отличий, новый трамвай имел ряд серьезных конструктивных ношеств. На новой серии LM68 впервые отказались от непосредственной системы управления. Проще говоря, убрали с приборной панели высокое напряжение. Конструкторы также справились с решением главной задачи для нового трамвая. Аквариумы стали работать по системе многих единиц, о которой мы уже говорили. Благодаря этому скорость движения заметно возросла. На этой модели впервые был установлен бампер с массивным резиновым покрытием, способный смягчить возможные удары. Помимо Ленинграда, ВАРС поставлял LM68 в ряд других городов Советского Союза. Более того, вполне серьезно прорабатывался вопрос о выходе на международный рынок. LM68 предлагались для испанской Барселоны. Однако вскоре вскрылись и проблемы элегантных аквариумов. В погоне за экономией материала прочность несущего корпуса была уменьшена, что в сочетании с не очень хорошим состоянием путей привело к снижению ресурса эксплуатации вагона. Главная дизайнерская фишка трамвая – косые верхние окна и скворечник в прямом смысле слова дали течь. Во время дождя, который в Ленинграде и Петербурге не редкость, через окна просачивалась вода. Еще один минус – стандартные щеточные мойки в парках не могли очистить окна в подкрышных скосах от грязи. Работникам приходилось каждый трамвай чистить вручную шваброй и тряпкой. В 1973 году конструкция вагона была кардинально пересмотрена с целью максимального удешевления ее производства. Так получился LM68М, о котором мы уже рассказывали ранее. Несмотря на слабый корпус, LM68 пробыл в эксплуатации до 1988 года. Причем какое-то время на линиях работали двух и даже трехвагонные комбинации из моторных вагонов LM68 и прицепных LP49. Такие поезда прозвали динозаврами. Было построено несколько экспериментальных и служебных вагонов на базе LM68. В частности, один из вагонов с три стороны импульсной системы управления работал на линиях аж до 1993 года. Сейчас, спустя 40 лет с момента выхода в серию этой модели, в мире остался только один единственный трамвай. Он находится в музее городского электрического транспорта в Санкт-Петербурге. Ну что ж, ждем ваших комментариев, как оно пошло-не пошло, продолжать ли нам тратить на это время или нет. Ну, а пока до встречи либо в первой серии автобусного, либо, может быть, мы успеем выпустить еще один видеоблог. Хотя, в общем-то, честно сказать, хочется уже очень показать вам автобусное, потому что это такой грант какой-то проект. Давно мы не замахивались на что-нибудь такого, на Вильяма, как говорится, нашего Шекпира, на что-нибудь такое огромное. В общем, Экарус 280 уже заведен, стоит в гараже, ждет вас и скоро поедет скрипеть своей гармошкой. До встречи в будущих проектах, видеовлогах и прочих сериях. Все, пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok